Слава Иисусу Христу! Слава на веки Богу Святому! Друзья, приветствую всех, братья и сестры, из Киева, с города Киева, с парка Киота. Сегодня 11 сентября. И 11 сентября разные ассоциации вызывают у людей эта дата. И для большинства людей, нашей цивилизации современной, человеческой, 11 сентября, уже последние эти годы, ассоциируется с самой такой известной трагедией, терактом, направленным против Соединенных Штатов Америки, да и против всего свободного мира, в общем-то. Теракт 11 сентября. Да, в Нью-Йорк 11 сентября. Эта дата, она вошла в историю. 21 столетие вот началось. И вот, и страшно в трагедии, 21 столетие, с самого начала, это вот можно назвать как раз трагедия в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года. Мы жили здесь, в Киеве. Мы жили, сейчас я здесь на квартире вот возле метро Черниговска, Лесова, на Киото. А тогда мы с семьей все жили на Харьковском массиве, снимали квартиру там напротив Верлицы прям, напротив Верлицы, возле станции метро Харьковска. И знаете, Ребутского, Ребутского 44, да, там как раз снимали квартиру. Я помню тот день, так бывает нечасто запоминаешь какие-то дни, нечасто помнишь, знаете ли, какие-то дни в своей жизни я помню. Нечетко, какие-то отчетливо, какие-то же очень четко. И вот этот день, 11 сентября, я помню очень четко. Удивительно, это врезалось в память, как бы само собой, как-то молитвенно врезалось в память, потому что я как раз, узнав о трагедии этой, я все оставил, все. Там такие были планы, даже не помню, какие планы. Они мне показали совершенно неважными в сравнении с тем, что произошло. И погрузился в молитву пред Богом. Вот, и я помню, как вначале по телевизору был, не то парикмахер, что зашел, не то куда там, я не помню, там телевизор, значит, и по телевизору показывали вот эту вот трагедию. И первая мысль была, наверное, ну опять Голливуд снимает, значит, какие-то фильмы такие, вот, где теракты всякие, там такие ужасы, вот. Потом некоторые говорят, что это все на самом деле происходит, вот прямо сейчас. Ну я подумал, ну это опять-таки, знаете ли, как в сценариях порой такие моменты, вот, когда фильм снимают, то специально там, так вот, да, чтобы сделать, вот, более, как бы так вот, живое, что ли, повествование, то специально такой прием делают. Я даже не поверил поначалу, что это, да, именно в Нью-Йорке прямо сейчас происходит, что эти башни рушатся. Потом я начинаю молиться, обычно я фильтрую, стараюсь фильтровать, вот, то, что по телевизору показывают, особенно где-то новости, вот, или же там что-то я вижу. Я редко смотрел телевизор, смотрю редко, у нас тогда и не было телевизора, да, но вот как раз, знаете, вот, я, значит, фильтрую, каким образом. Молюсь, если что-то там плохое показывают, что-то, какие-то где-то там землетрясения или что-то еще там такое, какие-то такие вот трагедии, то я молюсь Господь, да, помилует этих людей. Если что-то хорошее, то он говорит, ну, слава тебе, Господи, благодарю тебя. Это очень сильно помогает, вот, получать внутренние откровения такие, что же происходит. И вот, представляете, значит, я молюсь, в целом, ну, раз Голливуд такие вещи снимает, значит, то, как бы, ну, накаркивают такую беду, знаете ли, вот, ну, как бы, люди, вот, на самом деле, порой не понимают, но вот такие вот вещи, как бы, им кажется, это зрелище, им кажется, это очень хлебное ремесло, знаете ли, но такое, любое это пророчество, оно, даже если оно ложно, оно все равно действует на сознание, на подсознание людей. Я молился, и вдруг до меня доходят, внутри меня, прям вот, Дух Святой. Я не слышал голос, но это четкое удостоверение, что это все на самом деле сейчас происходит, что люди реально гибнут прямо сейчас, и это не фильм. И я начинаю молиться, начинаю плакать, я ушел к озеру, к Вырлице, вот, как раз никого не было, просто к Богу. Молился, попил к Богу, плакал, и, знаете, вот, я запомнил те часы, которые провел возле озера этого, вот, и когда немного успокоился внутренне, вот, и я уже не плакал уже, и успокоился, как-то, знаете ли, но молюсь, молюсь, и пришел домой. Жена тоже плакала, она узнала уже об этом всем, от кого-то еще там узнала, у нас не было телевизора, вот, и от кого-то она узнала тоже, что такая трагедия страшная, что люди, люди там сотни людей погибли вообще там, ужасы такие. И, знаете ли, она тоже плакала, вот, и тоже молилась, оказывается, как раз вот, вот, перед моим приходом. И, знаете ли, и у меня, и у жены было одно и то же, вот, как слово, не слово, но на ум пришло. Я молился, когда, мне на ум пришло, знаете, что из Писания. Иногда бывает видение, невидение, ну, что-то вот тебе видится, да, что-то показалось тебе, что-то прям, ну, открылось. То есть, как вот не этими глазами физическими, а вот такими духовными глазами. Хотя было в жизни моей и такое видение, физическими глазами, видела другую реальность, иные измерения, божественный мир. Да, это удивительно. Иногда Бог говорит слово, а иногда ты вспоминаешь слово, что-то из Библии, но это так тебя обжигает. Ты понимаешь, что это слово Божье не только тогда записано, два тысячи лет назад, но оно живое сейчас, прямо сейчас оживает в твоей жизни, для тебя, как откровение слышу. И такое бывает многожиданно. И вот тогда это переходит в разряд уже Логоса и в разряд Ремы Божьей, откровения Божьего. И вот я вспомнил слова Иисуса, который комментировал трагедии, в частности, башня Силамская, которая убила людей, упала. И опять-таки вот ассоциация башни-близнецы упали, сколько людей погибло. Вот, и в них, и под их падением. И знаете, что Иисус прокомментировал трагедию того времени таким образом. Тогда не было телевизора, но из уст в уста передавались вот все эти вот информации, все эти новости. И Иисус сказал, если не покаетесь, все так же погибнете. Вот, и самое интересное, супруга молилась, и то же самое слово ей пришло на сердце. Когда она молилась и плакала за Нью-Йорк, за вот эту трагедию. Тогда я не бывал никогда еще в Америке в то время, в те годы. Вообще никуда не ездил за границу. Да и не думал об этом я. Ну, Россию, Россию, Украина, Белоруссия, вот где я бывал, и все. Ну, Молдову еще бывал, да. Но не дальше. Дальше на Запад я не ездил никуда. И вот, и знаете, после этого, через некоторые годы я стал бывать на Западе, в Европе, потом в Америке. В Израиле, потом в Америке. Вот в Америке, в США, первый приезд как раз, или второй приезд уже. Первый, я не смог послужить в Нью-Йорке, был проездом, получается. А вот второй уже раз, третий раз уже служил в Нью-Йорке. И вот последний раз тоже служил в Нью-Йорке, Словом Божьим. И знаете, вот и служение, я помню, служение было одно. Такая молитва пастырей, служителей, прям там, вот на том месте, где были башни эти. Это было тогда, когда еще там не было ничего, просто расчистили все это место, и огородили такими, как бы, ну, заборами там, что-то, огородили. Вот, место этой трагедии. И там мы молились. И я не был там во время трагедии первого года, 11 сентября, но я помню вот эти кадры. Я потом фотографии смотрел, много фотографий разных очень, видео просматривал. И вот я помню, вот особенно впечатлило меня, когда пепел этих павших героев, невинных жертв, рухнувших зданий, все это оседало на людях, на машинах, везде, на улицах. Расчищали потом этот пепел. И знаете, и во время молитвы, там, на том месте, там, в Нью-Йорке, опять-таки, это пришло на сердце. Слово такое, что вместо пепла Бог даст украшение этому городу. Великий город. Огромный город. Я видел огромные города, великие города. Мне казались они большими, огромными, великими. Но когда я побывал в Нью-Йорке, я понял, что я еще великого города не видел. И до сих пор для меня вот город, это значит Нью-Йорк. Нью-Йорк, значит, действительно город, большую букву. Это перекресток вселенной. И в последний раз как раз тоже работал над книгой, именно в Нью-Йорке. И статьи свои пересматривал многие, перерабатывал, в том числе и касательно США. И знаете, и снова, и снова я вспоминал то, что на молитве я пережил тогда, на том месте. Особенно место, святом месте, считаю. Это, что место пепла даст украшение Богу. И знаете, конечно, Нью-Йорк... Обычно говорят так, что Нью-Йорк это не Америка. Нью-Йоркцы это как бы, это отдельная нация. Вот, отдельный народ. Но все-таки Нью-Йорк это Америка. И события первого года, 11 сентября, это очень сильно показало. Люди служили друг другу. Люди спасали друг друга. Рискуют своей жизнью, отдавая свою жизнь. Свою кровь отдавая. Нью-Йорк, это Америка. Все равно это Америка. И хотя это не очень похоже на Америку. Нью-Йорк мало похож на Америку, на все остальное. Но, знаете, вот как в Украине говорят здесь, «Як тревога, так до Бога». Когда вот проблема, беда, то вот все вот это вот внутреннее, исконно американское такое, настоящее истинное, христианская база еще заложена еще. Это все проявляется. У нас когда трагедии обычно, тоже есть и героизм, и отдельные герои есть, но, как правило, у нас обратная реакция у людей, к сожалению, культура наших славянских стран, хотя она и считается христианской, но очень мало христианского. Ну, в Украине еще хотя бы больше или меньше христианской корни есть такие. Но вот в России у нас, к сожалению, вообще этих корней нет, как правило, вообще. И, допустим, если в Москве был ледяной шторм, я помню, там другие трагедии какие-то, теракты, то таксисты сразу в разы, раз в 10 даже больше бывало, вот реально поднимали цены на проезд, вот, произвольно, просто зарабатывая на этом. И в основном вот такая психология, не только у москвичей, вообще вот, к сожалению, ну, хотя чем дальше от Москвы, тем как бы вроде люди получше, как бы так, по наблюдениям моим. Но все равно вот эта проблема, она есть внутри, безбожие какое-то, знаете ли, даже если человек в храм ходит всю жизнь, ну, вот это безбожие в реальной жизни, ну, в практической жизни, я имею в виду. У американцев, даже если они в церковь малые ходят, некоторые, допустим, из них, то, ну, вот, как бы, вот эта вот вера, она, будем так говорить, христианство, она в реальной жизни, практической жизни, она, как правило. Вот, это удивительное наблюдение мое такое. Вот, и в Нью-Йорке, когда вот это 11 сентября произошла трагедия, такси нью-йоркское, с которым ничто не сравнится вообще, наверное, в мире, это отдельная тема, нью-йоркское такси, вот, о нем я могу часами рассказывать вам, значит, просто это удивительное наблюдение мое тоже. Это целый мир, и вот этот огромный мир, он работал на людей. Тысячи и тысячи таксистов развозили людей из города далеко, порой другие штаты даже порой развозили. Люди в стрессе были, в шоке, в ужасе, плакали. И, обращаю ваше внимание, тысячи и тысячи такси работали, и ни один из них не брал денег, даже то, что по тарифу положено. Люди, таксисты за свой счет брали все это, оплатывали все за свой счет. За все это. Потом, когда уже трагедия стигла, уже прошли какие-то там месяцы, стали узнавать подробности. Оказывается, реально, лишь два случая было зафиксировано, когда таксисты по счетчику взяли положенную им плату. Обращаю ваше внимание, не прибавив ни цента сверх того, лишь по счетчику батарейку положенную плату два таксиста. Этих таксистов уволили, посчитав вот эти вот работодатели, как бы, да, они посчитали это позором для своего бизнеса. Оба таксиста, угадайте, кто были по национальности. Угадайте с первого раза. Русские? Вот. Ой, вот такая страшная трагедия. Наши люди опозорились вот там. И 11 сентября, как бы, имело вот такое еще, ну, когда все, то, что тайно, все становится явным рано или поздно признать человека. И вот, когда порой сливки всплывают в судьбе человека, будем договориться, когда все такое происходит. А порой и всякая там, простите, гадость, дерьмо там всякая всплывает. И, конечно, по уровню, по уровню, ну, практической, можно так выразиться, духовности, не мистическим какого-то богословия, там, не самомнение, прелести какой-то, а по уровню реального христианства, конечно, в Америке, в нашем стране еще, ой, 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 да не в том дело даже. Я сегодня молюсь за Нью-Йорк, молюсь за нью-йоркцев и молюсь за русскоязычных нью-йоркцев. Таких тоже много там. На Братин-Бич там ели пирожки, когда мы часто там, то, конечно, с нашими русскими евреями общались. Да и вообще много русскоязычных. Вот, я молюсь о том, чтобы с бывшего союза вообще в целом, особенно вот русскоязычные нью-йоркцы, для кого русский язык первый язык или второй язык уже, чтобы действительно были благословением этой земле, благословением Америки, благословением для Америки, благословением для Нью-Йорка. Вот, этот огромный город должен увидеть, он увидит это прекрасное украшение от Бога свыше, дар Его. Бог украстит этот город духовно своими дарами святыми. Вместо пепла даст украшение. И сегодня, вот, 11 сентября, ну, сегодня вечером я молюсь, вот, о Нью-Йорке молюсь за Америку. God bless America. Бог да благословит Америку. Бог да благословит Нью-Йорк. И готовлюсь к очередной поездке в Соединенных Штатах Америки, в том числе и в России. Молюсь о служении в Нью-Йорке. Молюсь о служении, о таком евангельском, православном служении в Соединенных Штатах. Слава Богу. Господь да благословит. Молюсь о наших странах. Даже когда проповедую я в Америке, то я в русскоязычных церквях, в славянских церквях, в славянских школах, в биглейских, то я говорю, что здесь, на вашей новой родине, не забывайте вашу и прежнюю родину, именно в молитвах ваших. Не ностальгируйте как-то там, а вот именно молитесь, реально молитесь, благоставляйте. И Бог благословит вас, говорю, здесь, на вашей новой родине. И будьте благословением, говорю, для этой земли. Не проклятием, а благословением. Да, друзья. Здесь сейчас будет гроза. Уже где-то громыхает, но уже приближается сюда уже. Сегодня в Киеве уже не так жарко, эти дни. В Киеве эти дни дожди, ветер. Молюсь за Киев, чтобы здесь, на берегах Днепра, вот это духовное пробуждение набирало силу и распространялось все больше и больше. Здесь 1030 лет назад было крещение Руси, Украины, Киева, крещение непосредственно. И с этого началась дальше христианизация Руси. Но сегодня, конечно, наиважнейшее, чтобы не просто христианизация была населения, а действительно духовное возрождение, действительно пропуск Евангелия, живого слова. Христианство пришло на Русь без Христа в центре внимания, к сожалению. Во многом антихристианское христианство даже. К сожалению, антихристовая модель. И в процентном отношении христианства из того, что назвали здесь христианство, было очень ничтожно. Христианство пришло сюда на Русь инквизиторское. По методам крещения Руси, думаю, это очень хорошо заметно. Как великий писатель русский Николай Лесков писал по поводу крещения князя Владимира, он писал, что князь, это Владимир, так называемый креститель Руси, он принял христианство, Николай Лесков писал, он принял христианство, но не принял Христа. Принял христианство, но не принял Христа. О самом крещении Руси Николай Лесков писал следующее. Следующее. Он говорит, а, Русь была крещена, говорит. Русь была крещена, но не просвещена. Вот это крещена, но не просвещена. Вот эту трагедию Николай Лесков очень мягко подметил. Такую страшную трагедию наших народов. И не только наших народов, а вообще. В то время это было очень даже так популярно. Рестительным, без просвещения, евангельского просвещения имеется в виду. Просвещение такое религиозное было, более или менее было. Вот. Но просвещение евангельское, рождение свыше, ибо, к сожалению, и не было. До недавнего времени. Благоставляю вас. Благоставляю во имя Господа Иисуса Христа. Уже надо будет поторопнуться, потому что дождь пошел уже. Да, здесь яблочки. С них компот попробовал. Кстати, очень вкусно. Это сказали мне, как на китайские, это райские яблочки. Вот такие вот, маленькие. Они пахнут интересные. И вот с них попробовал компот. Очень вкусный. Такой кисленький такой. Значит, я дождь, потом приду. На рву покетик. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева Парка Киота Божьей милостью архиепископ Сергей Жаулев Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Благословляю всех вас, особенно нью-йорксов. Шалом. Мир всем вам. Продолжение следует...